Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Мэрия под обстрелом. Почему подвыпившему хулигану удалось беспрепятственно обстрелять горсовет, убить полицейского и ранить охранника? Цена знаний. Что спровоцировало ажиотаж и рост цен на аренду столичных квартир для студентов? И как не попасть в капкан аферистов? Смертельная бюрократия. Почему Минздрав тормозит оплату срочных операций, несмотря на наличие денег? Подземный скан. До чего террористическая угроза довела американское метро? Снова авария и снова с маршруткой. На этот раз под Днепром автобус столкнулся с фурой. Пострадали 16 человек, среди них один ребенок. Все они с травмами различной степени тяжести госпитализированы. А причины инцидента мы узнаем от Елены Миндалюк. На Полтавском шоссе в районе села Абуховка фура догнала маршрутку. Удар пришелся в заднюю часть автобуса. От столкновения он перевернулся. В момент удара в салоне было 30 человек. В больницу попали 16 пассажиров. У них ушибы, переломы ребер, сотрясение головного мозга. Сейчас лечение продолжают 10 человек. Один в тяжелом состоянии, в реанимации. Двое хворих в травматологических отделениях. Пять хворих находятся в хирургических отделениях, в первом и втором. Шесть хворих направлены до поликлиники за местным проживанием. Та хворих направлены в центр хирургии кисти 16-й клинической лекарни. После столкновения маршрутка раскурочена. Окна разбиты, сидения оторваны. Виновник аварии. Водитель фуры не пострадал. Говорит журналистами. Отказался. Как выяснилось, водой вантаживки следовал из Донецкой области. Был перетомленный. И заснул за кормом. В результате этого он ускорил наезд. Полиции уже выяснили, водитель грузовика был трезвым за нарушение правил дорожного движения. Ему грозит до шести месяцев лишения свободы. Елена Мадлюк, Иван Беленко. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область. Стрельба в центре Харькова. Этой ночью неизвестный открыл огонь по зданию горсовета. Тяжело ранен сотрудник муниципальной охраны и убит 29-летний патрульный, который приехал по вызову. Все подробности узнаем от Светланы Шекеры. В половину первого ночи полицейские получили сразу два вызова. Один от водителя иномарки. Машина остановилась у светофора. Неизвестный с тротуара открыл по ней огонь. Было пошкоджено заднее крыло транспортного засоба, а также автомобильный скат. В автомобиле находились две дорослые люди и сзади маленькая дитина. Второй звонок от охранников горсовета. Доносившиеся с улицы выстрелы они приняли за взрывы петард. Открыли двери, чтобы посмотреть, кто хулиганит. Навстречу шел вооруженный человек и стрелял. Одного охранника тяжело ранил. Двое других успели убежать. Через открытые двери нападающий зашел в горсовет. Начал искать других охранников. Бегал и стрелял в темноте на первом и втором этажах. Никого не нашел, спустился вниз. Здесь его уже ждали копы. На этих кадрах хорошо видно, как мужчина, спустившись в холл, стреляет, перезаряжает, перелезает через турникет, идет к выходу, прячется от полицейских за углом. Затем быстро выходит, перешагивая через тяжело раненого охранника и ведя стрельбу по копам. Были отриманы вогнепальные поранения, вказанным полицейским. При выходе на улицу и пытаясь втекти в бок площади Конституции, он был поранен другим полицейским и остался на месте. Нападающий умер на месте. Раненых охранника и полицейского увезла скорая. Полицейский, к сожалению, был доставлен фактически в состоянии клинической смерти и спасти его не удалось. Охранник горсовета, он в тяжелом состоянии, сейчас находится операция завершена и он находится в отделении интенсивной терапии для пациентов с политравмой. Состояние его по-прежнему тяжелое, близко к критическому, он на искусственной вентиляции легких. Личность нападавшего пока не установили. Ему около 50 лет, пришел с двумя светошумовыми пистолетами, переделанными в боевые. При себе имел 5 магазинов, на месте нашли 26 гильз, никаких требований не выдвигал. В его крови уже посмертно эксперты обнаружили 2,4 промилля алкоголя. Это достаточно сильное опьянение. У следствия три версии. Убивство выполнено на основе особенных неприязнений до местной рады, або до охраны структуры, которая совершила охрану админобудинку. Можливое привернение внимания к своей личности с метою каких-то требований. На приспущенных флагах у здания нацполиции траурные ленты. Погибшему инспектору патрульной полиции Дмитрию Кириенко было 29 лет. В Харьков он приехал из Донецкой области. Это была очень внимательная человек. Осталась дружина 1991 года, Анна Кириенко. Невеличкая донька, ей почти 2 года, Николь. В мэрии сегодня вставляют разбитые окна. Послезавтра сессия горсовета. После того, что произошло, действительно встанет вопрос о том, чтобы пересмотреть условия охраны и как это должно происходить. Семье погибшего полицейского в мэрии выделили 100 тысяч гривен помощи. А сотрудники горсовета сдают кровь для своего раненого коллеги. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. По делу херсонской чиновницы Екатерины Гадзюк задержаны еще трое подозреваемых. Об этом сегодня во Львове сообщил глава нацполиции Сергей Князев. Теперь задержанных пятеро. И сегодня же суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых. Как и Николая Новикова, Виктора Горбунова взяли под стражу. По предварительным данным, именно он покупал серную кислоту, которой впоследствии облили Екатерину Гадзюк. Я напомню, все произошло 31 июля, когда активистка выходила из подъезда своего дома. Она получила серьезные ожоги и до сих пор находится в больнице. Сейчас пятеро граждан Украины притягиваются к криминальной ответственности за участие, участие и организацию в этом злочине. Большинство из них принимали участие в антитеррористической кампании на сходе нашей страны. В разные часы, кто-то больше, кто-то меньше воевал на сходе. Вот самые мотивы, участь в рулях, распредел за рулями и занимается следовательная группа. Сутки прошли без потерь в украинской армии. Как сообщают в штабе операции объединенных сил, боевики несколько сократили свою активность. Тяжелое вооружение не применяли, но обстрелы не прекращали. Как прошел этот день на передовой, расскажет Руслан Смещук. Северо-западная окраина Марьинки. По зарослям и опустевшим из-за войны домам мы пробираемся к нулевым позициям. Открытые участки лучше перебегать. Местность простреливают. Эти двери по одному срывало. До передовых позиций боевиков отсюда всего несколько сотен метров. Военные рассказывают, вражеские снайперы работают очень активно. Сильно башку не высунешь, потому что снайпера сразу снимут. Кроме того, активизировались и вражеские диверсионные группы. На днях одна из них подошла практически в упор. Рубились, что называется, на коротке, рассказывает Юрий. Ну сколько здесь? Ну 12 метров. Вот зеленка. Вот здесь вот выбивали с двух позиций. А сколько их было? Два человека. Выбивали отсюда. Ну гранаты кидали. Вот отсюда выработали. То есть отсюда выработали. Плюс вторая позиция работала. Ну где-то до полпятого утра мы их выкидывали. Где-то с 11 часов ночи. Пока мы работаем на позициях, стоит тишина. Но внезапно раздается взрыв. Это, как говорят военные, приход реактивной гранаты из РПГ. Наши военные отвечают короткими очередями. И сами свои конюшни ведут в огонь в нашему напрямку. Через несколько минут в ответ прилетает минометная мина. Но, к счастью, не взрывается. Боевики старьем стреляли, говорят наши. Она не разорвалась. То есть, это может подтверждать еще одно, что наша война на Сходе используется Российской Федерации для утилизации набоев. Потому что по маркуванию набоев, которые до нас прилетают, видно, что они сделаны еще в 80-х годах. Утилизировать их намного дороже, чем выпустить по нам. От вражеских обстрелов страдают и мирные кварталы. Улица Карпова, старое название Тельмана. В этой части Маринки линия фронта проходит прямо по жилым домам. И вот это строение сгорело всего несколько дней назад после очередного обстрела боевиков. Скорее всего, били по военным, но промахнулись и зацепили дом трассерами. А потом еще и с гранатомета добавили, рассказывает Евгений. С взрывными. Попали прямо по крышу. Дом зажарился. Приезжали пожарники с другого раза. Их вызвали. Приехали. Когда перестался вести огонь, его начали тушить. Но потом опять с стороны Канюш начали сюда стрелять. По словам военных, этот пожар, что называется, ирония судьбы. Дом принадлежит боевику, который воюет против Украины. Нам, местных жителей, доповели, что этот сгорящий дом противника, который сейчас воюет за Донецкую Народную Республику, у меня за спиной. Расстояние до них 150-200 метров. Я все-таки думаю, что это Божья кара, все-таки есть Бог на свете, который наказывает людей за их поступки. А уже на соседней улице всего в сотни метров играют дети. Для Маринки такая страшная реальность стала нормой. Руслан Смещук, Андрей Ярковой и Руслан Ревюк. Подробности телеканал Интер. Петр Порошенко поговорил по телефону с Ангелой Меркель. Канцлер Германии рассказал о результатах встречи с президентом России. Кроме того, Меркель и Порошенко договорились, что продолжат консультации по миротворческой миссии ООН на Донбассе в рамках нормандского формата. А также президент Украины призвал активизировать усилия мирового сообщества для освобождения украинских заложников. Военная техника в центре Киева и десятки перекрытых улиц в столице готовятся к параду в честь Дня независимости на Крещатике. И Майдане на заложенности вечером прошла репетиция. И участники утверждают, что в этом году парад будет уникальным. Почему? Мы узнаем у Геннадия Вивденко. Он там на месте и с нами на прямой связи. Гена, здравствуй. Расскажи, в чем особенности и что происходит сейчас в центре Киева. Да, Наташа, ну буквально только что закончилась основная часть репетиции и большинство воинов уже ушли отдыхать. А в целом ожидается, что это будет самый масштабный военный парад к Дню независимости. В нем примут участие 4,5 тысячи человек. Задействуют 250 единиц боевой техники. Как заявляю ранее, такое празднование приурочено еще и еще к одной дате. Столетию восстановления украинской независимости. Пока же репетиция дает возможность сфотографироваться с участниками будущего торжества. Мы просто увидели, что едут танки, ну я едет техника. Было интересно посмотреть, потому что, может быть, мы не попадем на сам парад. В параде также примут участие военнослужащие из 20 иностранных государств. Большинство из стран НАТО. Сегодняшняя репетиция началась в 17.30. В частности, продемонстрируют на саму параде новейшие украинские боевые системы САУ «Богдана», ракетные установки «Альха» и «Верба». Также покажут американские противоракетные комплексы «Джеблин». Большое количество техник, людей, атмосфера. Все будет красиво. Большое эмоции переполняют. Все хорошо. Машины настроены. Все отлично. Будем стараться, чтобы все получилось хорошо. Будем стараться для них показать им высший класс, что наша Украина этого варта. Ну, чтобы провести сегодняшнюю репетицию, в столице перекрыли десятки умниц. Как в центре, так и на окраинах. Все-таки огромное количество военнослужащих. По численности целая боевая бригада. Весь день стоит здесь жара. Некоторые кафе на Крещатике и Майдане угощали воинов холодной водой. В целом же, по репетиции можно сказать, что действо 24 августа будет незабываемым. Наташа. Спасибо, Гена. Геннадий Вивденко о репетиции парада в центре Киева. Аренда квартиры максимально дорога. Накануне начала учебного года в крупных городах буквально зашкаливают цены на съемное жилье. В столице стоимость за месяц подскочила на 15%. Нажиться на студентах пытаются и аферисты. Почем нынче сдают квартиры и как не стать жертвой мошенников, узнаем от Данила Снисера. Однушка за 3,5 тысячи гривен. Квартира рядом с метро всего за 4 тысячи. Подобных объявлений в интернете немалое количество. Фотографии, полное описание и контакты владельцев. Мы обзвонили 10 номеров. В 8 случаях нам пришлось общаться с аферистами. Но могу вам предложить внести тысячу залогов. И я поставлю вас первыми в чергу на просмотр квартиры. Вычислить мошенника можно не отходя от компьютера. Достаточно вписать в поисковик указанный в объявлении номер телефона. Возможно в интернете уже есть отзывы о его владельце. С фотографиями аналогично. Если в результатах поиска они отсутствуют, значит оригинальные и ранее нигде не публиковались. Обсуждать все финансовые вопросы с хозяином квадратных метров нужно только при личной встрече. На территории арендуемого жилья, говорят юристы. Любые требования заплатить деньги какие-то, за что бы то ни было, до того момента, когда договор заключен, это должны вызывать большие опасения и лучше от таких действий воздерживаться. Заманчивую цену эксперты также советуют не верить. Найти в столице однушку за 4 тысячи, комнату за тысячу, пусть даже с коврами на стене и заклеенными скотчем с щелями в оконных рамах нереально. Таких расценок давно нет. Ниже 6 или 5,5 тысяч вы точно не найдете. Причем к этому придется еще оплатить и коммунальные услуги. То есть коммунальные услуги как минимум с такой маленькой квартиры будут тоже до 2 тысяч. То есть вот бюджет для того, чтобы снять однокомнатную квартиру, самую дешевую в городе Киеве, это Иснянский район, Троещино. Упростить поиски могут риэлторы, но придется заплатить за консультацию и поиск вариантов. 50% от месячной стоимости аренды. Конечно же надежнее, когда ты имеешь дело непосредственно с собственником. Но если вы посмотрели квартиру и все подошло, то вы должны удостовериться в том, что тот человек, с которым вы имеете дело, является ее собственником или имеет право от имени собственника ей распоряжаться. Впрочем, найти жилье без посредников самостоятельно и в сжатые сроки шансы есть. Для этого энтузиасты создают в социальных сетях специализированные группы, где владельцы ищут квартиросъемщиков. Данил Сниссор, Даниль Косаковский. Подробности. Телеканал Интер. Трагедия в Черкассах. В ночь на субботу в детском санатории умерла 13-летняя девочка. Причины смерти ребенка до сих пор неизвестны. Со слов сотрудников санатория, у Виталины резко поднялось давление, и медсестра пыталась оказать ей помощь самостоятельно. А скорую вызвала только, когда ребенок потерял сознание. Все подробности расскажет Станислав Кухарчук. Буквально через два часа после этого телефонного звонка у 13-летней Виталины врачи констатировали в клиническую смерть. Свою единственную дочь, говорит Оксана, отправила в санаторий абсолютно здоровой. Со слов сверстников, в 10 вечера у девочки закружилась голова. Когда дети наконец-то нашли медсестру, та пыталась самостоятельно оказать помощь ребенку. То они ей давали какую-то таблетку, то они ей давали какую-то каплю, то дети говорят, что какой-то чай она пила. Поведомили уже по факту смерти. Маме никто не позвонил, что дитине погано, что дитина... Вот это меня дал в буре. Родители Виталины пришли в санаторий, чтобы забрать вещи. Даже после трагедии дежурной медсестры на месте нет. На кровати Виталины ни вещей, ни даже постельного белья. От увиденного мама едва не теряет сознание. Никто из сотрудников к родителям так и не вышел. А нам весьма обтекаемо объяснили. Мол, причины смерти ребенка сейчас устанавливают. По их словам, вечером Виталина пожаловалась на головокружение и высокое давление. А дежурная медсестра оказала ребенку посильную помощь. Уважение не справляется. Набрали лекаря. Лекарь до консультации по телефону. Тиск надо там снижаться. Близко 40 минут, 30 минут надавалось у нас медицинская помощь. Померяли тиск, свежее воздух, побрызгали обличье водой, приклали до головы мокрое полетенечко. Вот такая помощь. Скорую медсестра вызвала только через 40 минут. Сообщила, у ребенка давление 160 на 120 и головная боль. По прибудти на место выкликал дитина без сведомости. Визуально вознаки отруяния очень сложно установить. Была пена с носа. Уже в машине скорой у девочки начались судороги и остановилось сердце. Более 50 минут врачи пытались реанимировать ребенка. Но тщетно. Медики предполагают острое отравление. Чем отравился ребенок, эксперты смогут выяснить недели через 2-3. Версию о пищевом отравлении пока исключают. Ведь кроме Виталины никто из детей за помощью больше не обращался. Станислав Кухарчук, Павел Димошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Украина лидер в Европе по заболеваемости корью. Этим уже обеспокоились в Европейской комиссии. Причина низкий уровень вакцинации. Среди стран, где наибольшее количество пострадавших, также Франция, Грузия, Греция, Италия, Россия и Сербия. Во всех этих государствах зафиксировали смертельные случаи. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Украине только за первое полугодие заразились 23 тысячи человек. Это в 6 раз больше, чем за весь прошлый год. Деньги есть, но вы держитесь. У стен Минздрава сегодня отмечал свой день рождения 6-летний мальчик. Это отнюдь не акт благодарности, а скорее акция протеста. Его мама срочно нуждается в трансплантации костного мозга за рубежом. И, как говорят активисты, у Минздрава и средства на операцию есть. И есть договоренность с заграничной клиникой. Но вот в министерстве добро не дает. Почему и есть ли у женщины шанс выжить, выяснила Лариса Зубенко. Илье сегодня исполнилось 6 лет. Свой день рождения он празднует прямо возле Министерства здравоохранения. И загадывает не детское желание. Чтобы мама вылечилась, и больше не хворила, и не стала ангелом. Маме Ильи, 29-летней Оксане, в феврале этого года поставили диагноз острый лейкоз. Необходима пересадка костного мозга. В Украине такие операции не делают. Семья нашла клинику в Минске. Оксана сразу же обратилась за помощью в Минздрав. Цена трансплантации для нее неподъемная. 115 тысяч евро. Сначала МОЗ ответил, что деньги есть. Надайте документы, вы в черзе, все нормально. Хотя письмовых ответов никто не давал. Дали письмовые сообщения только 13 липня, что я находюсь в черзе. Ни номера по черзе, которая бы была быть. Когда были деньги на рахунку, были все документы и все основы для того, чтобы выделить деньги. Почему мне не выделили деньги, я зрозуметь не могу. Несмотря на бездействие Минздрава, семья не сдается. Отец Оксаны разбил палатку возле министерства. Мать уже полгода обивает пороги чиновников. У меня нет выхода. Я вплоть до того, что объявлю голодовку. И если нужно, я тут и помру. Если им от этого будет лучше, они обратят на это внимание. Я написала заяву лично. Хотела попасть до Линчевского. Его на приеме не было. Были только родники Супруна и Линчевского. Потом я попала лично до Супруна. Но дело пока что так и не сдвинулось. Активисты уверяют, средства есть. Деньги другого пациента, который не дожил до трансплантации, остались на счету заграничной клиники. Но перечислять их на лечение Оксаны чиновники не спешат. Там больше 200 тысяч долларов на клинице. Нам это известно из неофицийных джерел. Это правда. Это так. Но Министерство охраны здоровья, на жаль, не вживая никаких заходов, чтобы эти деньги просто перенаправить на пациента, который есть в следующем очереди. Ну давай. Ура, твои желания обязательно повинны. Я мечтаю, чтобы это был не последний день народа, который я святкую со своей дотиной, когда в дотину моей есть мама. Я мечтаю свою дотину привезти до первого класса совсем скоро. И я мечтаю на следующий день народа святкувать тоже. Я не знаю, сколько у меня еще часа. Но часа у меня очень мало. Сейчас, по словам врачей, у Оксаны состояние ремиссии. Срочно необходима трансплантация. Сможет ли она отметить вместе с сыном его следующий день рождения, зависит теперь только от Минздрава. Лариса Зубенко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Украинцам вернут право влиять на политические решения. Об этом заявил исполняющий обязанности главы парламентского комитета по вопросам соцполитики Сергей Каплин. На базе профильного комитета он создал Национальный совет лидеров профсоюзов. Цель этой структуры – объединить усилия всех профсоюзов, чтобы отстоять права украинцев получать достойные пенсии и зарплаты. Комитет социальной политики разом с своей Громадской Радой создали Национальную Раду лидеров профсоюзов. Вона складывается из примерно 25-30 тысяч настоящих делегатов от каждого трудового коллектива, от каждой лекарни, от каждой школы, от каждого сельско-господарского предприятия, от каждого предприятия-гиганта. Завдание – захистить человеку. Завдание – захистить простого гражданина. Завдание – добиться европейских пенсий, добиться европейских зарплат, гидных умов работы и поваги до простой людины. В столице Турции неизвестные обстреляли посольство США. Преступники открыли огонь из автомобиля. Никто не пострадал, и сейчас на месте происшествия работают следователи. Возможной причиной этой атаки может быть резкое ухудшение отношений между Анкарой и Вашингтоном после санкций, которые США ввели против двух турецких министров, а также из-за двойного повышения пошлин на сталь и алюминий, которые поставляют из Турции. Досмотр на бегу. О новых масштабных мерах безопасности объявили в Америке. Вслед за аэропортами сканерами оборудуют и станции метрополитена, чтобы выявлять оружие и взрывчатку. Неужели и в подземку, как и на авиарейс, теперь придется выезжать заранее? Выяснял Дмитрий Анопченко. Он для этого спустился в Вашингтонское метро. В Вашингтоне метро каждый день перевозит 620 тысяч человек. В Нью-Йорке 4,5 миллиона. Пассажиров в разы больше, чем в аэропортах этих городов. Но при этом на аэровокзалах меры безопасности жесточайшие, а вот в подземке их вообще нет. Идею оборудовать станции метрополитена и вокзалы металлодетекторами американская ТСА, служба транспортной безопасности, вынашивает очень давно. Здесь, в Вашингтоне, даже эксперимент проводили, когда устанавливали на время раздевающие бодисканеры, такие же, как в аэропортах. Но очень быстро поняли, что идея это абсолютно провальная, толкучка на станциях просто огромная, люди не успевали попасть на свой поезд. Всем казалось, от идеи проверять каждого пассажира ТСА в итоге благополучно отказалась. Но теперь выясняется, эти планы никуда не делись, они просто видоизменены. Объявили, стартует с Лос-Анджелеса уже в этом году. Затем, начиная с 2019-го, город за городом оборудуют станции метро портативными сканерами. Так что очередей не будет. Технологии теперь позволяют не загонять каждого пассажира в рамку металлоискателя, а следить сразу за всеми, дистанционно. Ведь новое поколение аппаратуры обнаруживает подозрительные предметы за 9 метров. А пропускная способность одного прибора 2000 пассажиров в час. По сути, это все тот же раздевающий сканер. Прибор видит, что человек прячет. Причем не только под футболкой, но и под зимней шубой. Таким образом, каждый, кто вступил на ленту эскалатора, в ту же секунду появится на экранах сканеров. Только вот в отличие от аэропортов, где мы знаем, что в какой-то момент проходим проверку, те, кто спускаются под землю, о ней и понятия иметь не будут. Разработчики уверяют, излучение минимальное. Но если контроль перед авиарейсом мы проходим не так уж и часто, то в метро многие спускаются по 2-3 раза на дню. И в соцсетях появились опасения, мол, как новшество на здоровье скажется? Не будет ли накопительного эффекта? Ответа нет, как нет и альтернативы. Ведь если проходить раздевающий сканер в аэропорту, по правилам можно и отказаться, то пассажирам метро выбора, увы, не дают. Из Вашингтона. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Арестовали в зале суда и увезли в следственный изолятор. Ривненский райсуд ужесточил нервы пресечения местному мажору, 26-летнему Андрею Бузинарскому. Я напомню, сын ривненского политика и бывшего милиционера, Михаила Бузинарского, находился под следствием за продажу психотропных средств и не имел права покидать ночью свою квартиру. Но 11 августа он совершил ДТП, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил другой автомобиль. В этот момент, как сам признался, на камеру был под действием алкоголя и наркотиков. После задержания угрожал расправой журналистки. Прокуратура подала ходатайство о заключении Андрея Бузинарского под стражу. Сам он заявил, что не знал, что находится под домашним арестом и просил суд отпустить его под личные обязательства, но судья поддержал прошение прокуратуры. Возвращение следствия и доказа моей невинуватости. Контроль за выполнением данного домашнего ареста был указан на Рівненский отдел полиции. Они опитали двух свидетелей, которые увидели обвинуваченого в ночном закладе лагуна в ночную пору и часу протягом двух разных дней. Бузинарский обвинуваченец был участником ДТП о 6 часов 50 минут. Итальянские СМИ выяснили, что автор проекта «Рухнувшего моста в Гену» предупреждал об опасности еще 40 лет назад. Об угрозе, оказывается, знали и местные чиновники. Почему никто ничего не предпринял и допустил катастрофу, выяснила Елена Абрамович. Металлические опоры моста в Генуе под серьезной угрозой. Их разъедает коррозия, причем агрессивная. Все из-за морского воздуха и выбросов металлургического завода, который находится по соседству. Такие выводы уже через 12 лет после строительства моста сделал автор его проекта, инженер Рикардо Маранди. Рано или поздно, возможно, через несколько лет, необходимо будет прибегнуть к обработке. Речь идет об удалении всех следов ржавчины, использование эпоксидных смол. Сверху следует укрепить материалы с очень высокой химической стойкостью. Еще больше, чем отчет Маранди 40-летней давности, итальянцев шокировала новость о другом документе. Полгода назад, в феврале, итальянское министерство инфраструктуры утвердило отчет совместно с оператором моста компании «Алтострада». В нем говорилось о поражении ржавчиной опор на 20%. Несмотря на это, комиссия не ограничила движение по путевопроводу. А руководитель компании-оператора отказался извиняться перед теми погибших. Извинения и ответственность – это взаимосвязанные вещи. Вы извиняетесь, если вы чувствуете свою ответственность за сделанное. Я считаю, что техническая ситуация настолько комплексная, что это компетенции правовой системы выяснить, что произошло, почему и при каких обстоятельствах. Интересно, что расследованием катастрофы занимается комиссия, которую возглавляет представитель министерства инфраструктуры Роберто Ферраци, один из подписантов вышеупомянутого отчета полугодичной давности. Документа, который предупреждал об опасности, но не давал каких-либо рекомендаций. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». Эхо трагедии в Генуе. Германия разрабатывает новую систему контроля надежности автомобильных мостов и выделяет дополнительные деньги на их ремонт. Все подробности знает Татьяна Лагунова. Состояние автомобильных мостов в Германии контролируют регулярно. Каждые три года плановая проверка, раз в шесть лет капитальная. Кроме централизованных государственных проверок, каждые полгода мосты осматривают компании или органы, которые отвечают за их содержание и использование. Я считаю, это своего рода гарантия, что внезапный обвал невозможен. Но если раньше инспекторы искали выбоины в дорожном покрытии или обвалившиеся ограждения, после трагедии в Генуе концепцию решили изменить. До конца года эксперты Министерства транспорта разработают новую систему контроля. И в первую очередь проверять будут не качество дорожного полотна, а способность моста выдерживать нагрузки. Многие мосты проектировались и строились из расчета, что в день по ним будут проезжать 20-25 тысяч автомобилей. Но сейчас эта цифра зачастую в 3-4 раза выше. По новой системе планируют проверить все путепроводы Германии, а их более 40 тысяч. После трагедии в Генуе Министерство транспорта Германии обнародовало официальную статистику. Дескать, в ремонте сейчас нуждаются 2500 мостов. И выделило на ремонтные работы в этом году дополнительные финансы более миллиарда евро. Но не исключено, что после проверок по новой системе эта сумма возрастет. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. 10 часов в открытом море. В Адриатикин спасли британку, которая выпала за борт. В Новой Зеландии министр отправилась в роддом на велосипеде. А в британской столице, одной из кафе, на день оккупировали таксы. Обо всем этом в нашем обзоре. Почти 2 миллиона мусульман со всего мира съехались в Саудовскую Аравию, чтобы принять участие в хадже, паломничестве к исламской святыне Мекке. Сопровождать шествие будут десятки тысяч правоохранителей. В то же время не все желающие смогли пересечь границы королевства. Граждане Катара не попали в Саудовскую Аравию, поскольку между странами сейчас нет дипломатических отношений. Эр-Риад разорвал их в прошлом году якобы из-за поддержки Катарам исламских экстремистов. Береговая охрана Хорватии спасла гражданку Великобритании в Адриатическом море. Женщина выпала за борт круизного лайнера примерно в 95 километрах от побережья Хорватии. В общей сложности провела в открытом море более 10 часов. Спасенная была сильно истощена. Сейчас британка в больнице. Ее жизнь вне опасности. Причины происшествия выясняют. В роддом на велосипеде в Новой Зеландии 38-летний министр по делам женщин Джули Джендер отправилась рожать на велобайке. На вопрос, почему не на автомобиле, ответила Дискать, не хватило места для группы поддержки. А на своей странице в Инстаграме Джендер написала, что находится на 42-й неделе беременности и ждет, не дождется появления малыша на свет. Кафе в центре Лондона на один день превратилось в настоящий оазис для собак породы такса. Для них устроили собачью вечеринку. За сутки заведение посетили более полусотни четырехлапых сосисок и их хозяев. Псов угощали собачьими пончиками и бисквитами. А к ним подавали собачье капучино и шампанское. Таксы были в восторге, знакомились и лакомились угощением. На Шри-Ланке прошел фестиваль по запуску воздушных змеев. Около пяти тысяч желающих со всех уголков Азии собрались на главном пляже в Коломбо, чтобы принять участие в мероприятии. Люди приехали со своими воздушными змеями, которых одновременно по команде запустили. За мгновение небо стало разноцветным и от увиденного невозможно было оторвать глаз. Это все новости на сегодня. Легкой и удачной нам всем недели. До встречи завтра.